Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между понимаю и осознаю. И о чём врут, в прямом смысле, врут большинство психотехник, которые есть сегодня на рынке. Смотрите, к нам приходят люди, которые говорят, да, я понимаю, я делаю, я то, я то, но разницы между понимаю и осознаю вообще у них в голове нет. А разница глобальна. Понимает программа ума, это здесь. К осознаванию приходит человек через проживание своего собственного жизненного опыта, в процессе которого до него что-то доходит. Вот оно, Эврика, да? Вот в этом разница. И теперь смотрите, маленькая картинка, маленькая настройка, да? Вот картинка. Возьмём нижнюю часть. Вот, есть. Вот наша программа ума, вот эго, вот высшее я, вот картина мира, вот наша душа и бутерброд. Схема понятная, известная. Программа ума транслирует в эго, поднимает, вот по каналу интереса приходит сигнал от души, высшее я передаётся, и пошла картина мира. Здесь мы совершаем действие и уходим в осознавание. Сигнал «понимаю» — это вот эта вот часть. Не более, не менее, это вот эта часть. Сигнал «осознаю» — это тот сигнал, который уходит в психические структуры вверх. И вот теперь смотрите, вы это знаете, и что с этим всем делать. На самом деле, осознание — это прямая защита в магии сознания от дурака, да? То есть напрямую. Формирование реальности производится в зазеркале, чтобы было понятно, где это. Сейчас покажу. Смотрите, это вон та самая верхняя часть, где написано «зеркало», и потом за ним находится структура подсознания. Всё, что до зеркала — это надсознание или сознание. Всё, что за зеркалом — это зазеркали, да? Это то, что хранит программы наши подсознательные. А что входит в программы подсознательные? В подсознательные входят программы объективной реальности. То есть наше подсознание хранит в себе программы объективной реальности. Наше надсознание или сознание хранит в себе программы субъективной реальности. И эти программы встречаются в момент, когда формируется реальность. Формируется она не где-то, формируется она в зазеркале, да, там, где зона подсознания. А сигнал в подсознании из картины мира идёт через сознание или через надсознание. Проходит туда, и там включает определённые сцены и образы, да. И вот получается, что механизма понимания там нет совсем. Нет совсем. Там программе ума вообще нет места. В зоне подсознания правят даже не образы, не видения и не картины. Они могут быть как элемент от органов чувств производной, да. Но там правят миры, и в этих мирах есть чувства. И эти чувства распознаются как-то по частотам, то есть там частотные диапазоны. Можно это назвать квантовым миром, но я бы так не стала говорить. Это неправильный подход. Но ассоциативно может сработать. Квантовый инфодайвинг я уже встречала у экстрасенсов, да. Нет, чтобы сказать, что, ребята, мы не до конца догоняем, что вы делаете, но нам очень хочется так же. Так вот, господа, программа «Понимаю» — это низ картинки, да. Это низ, это только ум. Программа «Осознаю» — это обратный сигнал. Не прямой, а обратный, который поступает действительно в наше подсознание, попадает по резонансным частотам в определённую резонансную частоту, подтягивает определённую структуру, как мы её называем, мир в подсознании. И этот мир подбирает новый сюжет. Поэтому именно осознание человека либо закрывают карму, либо открывают новую карму. Если человек не осознаётся, сигнал не приходит, подкачивается новый сценарий на ту же тему. Всё работает как в техническом устройстве. Просто обыкновенное техническое устройство под названием «психика человека». Всё очень просто. И если у человека не запущен механизм осознавания, то просто на понимании изучать психические структуры, тем более пытаться работать на дистанции, воздействовать на кого-то и иметь результат, невозможно. Невозможно. Защита от дурака – осознанность. Банально простая и самая эффективная.